Всем привет! Сегодня хотел вам рассказать немного о б.у. шинах. Ну, как правильно их выбрать, на что стоит вообще обратить внимание. Ведь наверняка были случаи, может быть у вас или у ваших знакомых, когда сезон вот уже подходит к концу, а шины израсходовали свой ресурс, ну, а новые покупать, ну, просто нет возможности. Скорее всего, вы будете искать шины на авито или ездить по шиномонтажкам. Допустим, вы приехали в шиномонтажку. Соответственно, ваш взгляд падает на протектор. Первым делом замерьте протектор. В некоторых шиномонтажках есть приборы для измерения протектора. Ну, или возьмите просто обычную линейку. На новых шинах примерно 8 мм протектора. А вообще, как бы, минимальная глубина протектора летних шин не должна быть меньше 1,6 мм. Данные шины примерно имеют, ну, в среднем 4 мм протектора. То есть, в принципе, шины очень даже хорошие. Сезон на 2 смело их должно хватить. Ну, если вы там сильно много не ездите, конечно. Второе, на что стоит обратить внимание, это на размер. Каждую шину внимательно осматривайте. Потому что бывали случаи, когда 3 шины одного размера, а четвертая другого. И визуально их трудно вообще отличить. Например, есть размер 175-65-14 и 185-60-14. Разница у них примерно в 6 мм. А так как шины имеют разный уровень износа, то просто вообще непонятно. Также обращайте внимание на дату производства. Данные шины 2013 года. Но на этих шин нет микротрещин на протекторе. То есть, возможно, эти шины хранились правильно. И, в принципе, их можно поставить. Следующий момент, это обратите внимание на внутренний гермослой шины. Бывает, что внутри стоят жгуты, латки все различные. Поэтому, если у вас есть возможность, то лучше просите, чтобы вам собрали на диске. И вы могли наглядно посмотреть, если там грыжа, спускает ли колесо, ну и так далее. Сейчас покажу вам, как заметить боковое пробитие со стороны гермослоя. Достаточно просто надавить рукой, и дефект будет заметен. Перед установкой на автомобиль новых или бушных шин проверяйте свой развал схождения, чтобы износ был равномерным и не приходилось покупать намного чаще шины. Ведь с каждым годом цена растет. Выбирайте шины правильно. Но я не особо рекомендую покупать бушины, ведь неизвестно, как они хранились и как пойдут себя на дороге. Ну, а если видео было полезным для тебя, то поставь лайк и не забудь подписаться, ведь дальше интереснее. Всем пока!